Друзья, всем огромный привет! Сегодня у нас второй урок, а в первом мы с вами научились настраивать программу Adobe Premiere Pro и настроили рабочее пространство. В этом уроке мы с вами научимся монтировать при помощи горячих клавиш и весь материал необходимый для этого урока, видеоролики и музыку, вы можете скачать по ссылке под видео. Поэтому кликайте паузу, скачивайте необходимый для урока материал и присоединяйтесь к видеомонтажу вместе со мной. А первым делом, что мы с вами сделаем, это создадим новый проект. Поэтому кликаем New Project, назовем наш проект Bali, кликаем ОК. И давайте представим, что мы снимаем с вами блок про путешествия, блок про Bali и нам для нашего видео, перед тем, как мы начнем что-то рассказывать нашему зрителю, необходимо сделать заставку. Этим мы с вами сейчас и займемся. Итак, друзья, первым делом, что нам необходимо сделать, нам необходимо закинуть в наш проект весь наш видео и аудио материал. Мы с вами пойдем самым простым путем. Для этого свернем программку Adobe Premiere Pro вот в такое вот окошко, выделим необходимый материал из папочки и перетащим в окно, которое у нас называется именем проекта Bali. Вот вставляем прям сюда, отпускаем. Материал весь загрузился. Теперь мы можем развернуть Adobe Premiere Pro на все окно. Итак, друзья, первым делом, что мы с вами должны сделать, это нам необходимо создать секвенцию, то есть эпизод нашего видео. В окошечке Project мы с вами видим внизу несколько значков. Нам необходимо навести на значок New Item, кликаем на него и здесь мы видим сразу секвенция, кликаем сюда. В секвенции мы с вами настраиваем само видео, его технические характеристики, то есть разрешение, битрейт, количество дорожек. Давайте выберем, например, папочку Digital CLR, выбираем здесь 1080p, раскрываем ее также и выбираем DSLR 1080 30 кадров в секунду. Далее, друзья, переместимся немного выше, кликаем Settings. Здесь можно выставить тот битрейт, в котором вы снимали ваше видео. Но учтите, что если вы снимали с разных девайсов, например, с камеры и с коптера, и у вас на этих девайсах разный FPS, секвенция работает только в одних настройках. И вы можете выставить FPS как по нижнему значению, например, 30 кадров в секунду, так и по высокому, если ваш девайс снимает в таком высоком разрешении, например, 60 или даже 100 FPS. И когда вы будете в проект загружать видео с различным FPS, ваше видео будет подстраиваться под те настройки, которые вы сохранили в секвенции. И если у вас настроено на 100 FPS, а ваше видео 30 FPS, то Premiere Pro сам будет доставлять недостающие кадры. Да, это, конечно же, не профессиональный вариант, и эта надставка не позволит видео сделать качественнее. Но если вы не планируете делать супер-пупер слоумо, то ваш проект получится вполне съедобный. Итак, друзья, давайте я поставлю здесь 30 FPS. Размер я сделаю для YouTube HD 1920 на 1080. Если вы монтируете ролик для сториз инстаграм, то поменяйте просто местами. Сделайте вот здесь по горизонтали 1080, а здесь по вертикали 1920. Далее, друзья, мы можем изменить количество видео и аудио дорожек, кликнув на трекс. Но их можно и добавить и в процессе монтажа. Поэтому здесь изначально менять значение совершенно не обязательно. Давайте вернемся в настройки. Давайте мы кликнем сюда название секвенции. Пусть это будет Bali. Обратите внимание, если у вас здесь стоит что-то иное, в меню пиксель вам необходимо выставить Square Pixel 1.0. После того, как мы сделали настройки нашей секвенции, мы пресет этих настроек можем сохранить, присвоив ему название и сделать описание, если это необходимо. Это делается в том случае, когда вы делаете различные варианты ваших видео для YouTube, для сториз там и так далее. Давайте я назову YouTube. Клик на ОК. Вот мои настроечки сохранились. В папочке Custom кликаем ОК. Вот здесь вот у нас появилась созданная нами секвенция Bali. Далее, друзья, нам необходимо настроить вот это вот окно, в котором будет изображаться наш видеоряд. Скорее всего, по умолчанию, у вас будет стоять вот здесь вот значение Full. И если у вас достаточно мощный, серьезный компьютер, то ничего страшного, вы можете это оставить. Но если ваш компьютер достаточно слабенький или даже средний, все-таки у Adobe Premiere Pro достаточно серьезные требования к материалу, то я здесь вам советую выставить 1.4 или даже 1.2. Это никак не отражается на качестве видео. Это отражается только на качестве превью видеоролика, который вы будете наблюдать в этом экране. И то только во время воспроизведения. Нажав на паузу, вы будете видеть картинку в полном натуральном ее разрешении. Итак, друзья, теперь обращаем внимание на наше окошко, которое называется Project. У нас здесь есть ряд видеороликов и одна аудиодорожка. Кликнув два раза на ролик, кликнув два раза на файл, ваш видеофрагмент отразится вот в этом маленьком окне. И здесь вы предварительно можете просмотреть, нажав вот сюда на кнопочку Play, остановить на паузу. Если вы поставите маркеры, входные и выходные, то вот этот кусочек вы можете загрузить непосредственно в проект. Но с самим проектом мы с вами будем работать в панели Timeline. Это вот эта вот нижняя панель. В этом маленьком окошке нам удобнее работать, когда мы доставляем какие-то кусочки видео к основному видеоряду. Но можно и полностью осуществлять свою работу только в Timeline, как вам удобно. В этом плане Adobe Premiere Pro не делает каких-то запретов и препятствий. Давайте мы выделим все наши файлы и перетащим их вниз в Timeline. И так как у нас все видео содержит разные характеристики, а секвенция настроена, как вы помните, HD и 30 fps, у нас вываливается вот такое вот окошко. И Premiere Pro у нас спрашивает, сохранить настройки секвенции или их изменить. Мы настройки секвенции сохраняем. То есть кликаем на правую клавишу Keep Existing Settings. Итак, друзья, мы загрузили наши ролики на Timeline. Теперь вы видите вот здесь вот такой синенький курсорчик. И когда мы его передвигаем, вот обратите внимание, в том месте, в котором я остановил, у нас появляется изображение вот в этом большом окошке. Я вручную могу передвигать этот курсор. И я буду видеть тот фрагмент видео, напротив которого установлен этот курсор. И давайте посмотрим, из каких роликов мы будем делать наш видеоклип и определим их очередность. Итак, мы видим видео досок. На следующем кадре у нас летит коптер и снимает закат. Далее мы снимаем тот же закат, но только статично. Показываем море. Следующий кадр у нас серфер выходит из моря. Еще один кадр мы показываем вид сверху. Съемка идет со взлетающего коптера. И последний кадр, на котором серфер едет, поймав волну. И давайте мы с вами распределим следующим образом. Итак, наше видео начнется сначала с крупного плана. Мы покажем с вами видео со взлетающего коптера. В следующем видео мы покажем с вами вот этот наплыв на закат. Это будет второе видео. В следующем видео мы с вами снимем вот этот план океана и заката. Потом мы с вами покажем серфера с волной. Потом ставим, как серферы выходят из моря. Последним кадром у нас будут доски. И после этого уже можем мы появляться с микрофоном и рассказывать про замечательный Бали. И сегодня, друзья, мы не будем делать каких-то сложных крутых переходов. Мы воспользуемся с вами самым профессиональным переходом. Наши переходы будут под бит музыки. Давайте теперь ознакомимся с нижней частью панели таймлайн. Обратите внимание, наша панель разделена ровно на две части. Верхние три дорожки это видео. И нам об этом подсказывают вот эти вот три глазика. А нижняя часть это у нас аудио. И об этом нам подсказывают вот эти вот микрофончики. Для того, чтобы удобнее работать с файлом на таймлайн, можно эти дорожки делать шире. Я просто курсором раздвинул дорожку. Первая дорожка зеленая. Это у нас аудио. Это музыка. И мы видим с вами диаграмму усиливающихся и утихающих звуков. Таймлайн разбит на кадры. Для того, чтобы нам увидеть каждый кадр отдельно, на клавиатуре мы можем кнопочками плюс раздвинуть дорожку до самого крайнего значения, когда уже больше программа раздвинуть вам дорожку эту не даст. И теперь, друзья, обращаю ваше внимание, что вот здесь вы видите вот такие вот кадры. Перемещать курсор вы можете не только мышкой. Вы можете на клавиатуре кнопками влево-вправо передвигать вот эту вот мышку. Далее, друзья, обращаю ваше внимание, что работать в таймлайне необходимо при помощи горячих клавиш. Можно, конечно, работать и мышью, но вы при этом потратите кучу времени. Поэтому мы сразу приучаемся работать горячими клавишами. Смотрим, друзья, чтобы вот здесь вот значок магнитик у вас горел синим цветом. Это нужно для того, чтобы ваши кусочки после монтажа сами прилипали, магнитились друг к другу. И давайте мы вот эту часть пустого звука сейчас отрежем с вами и заодно научимся работать с горячими клавишами. Итак, я выставляю таймлайн на нужное мне место. Нажимаю кнопочку С. Мой курсор сразу же превратился в лезвие. И это лезвие может обрезать файл. В данном случае звуковую дорожку. Итак, я навожу вот сюда на звуковую дорожку это лезвие. И если я буду двигать мышкой, она у меня будет передвигаться ровно по одному кадру. И будет как бы примагничиваться. В том числе и к этому синему курсору. Кликаю левой кнопкой мыши. Обратите внимание, вот здесь у нас на звуковой дорожке появилась вот такая вот полоска. Это говорит о том, что мы эти два куска файла отрезали. Далее, друзья, нажимаем кнопочку V. Наш курсор опять приобрел обычное значение. И если вы попервые будете путаться в горячих клавишах, то вы увидите все значения вот здесь. Вот лезвие и вам тут же подсказывает, что это кнопочка С. А вот курсор и вам тут же Premiere Pro подсказывает, что это кнопочка V. Теперь, друзья, я на левую часть аудиодорожки кликаю левой кнопкой мыши. Вот она у меня выделилась. Я могу ее просто удалить. Например, вот так. Но тогда моя звуковая дорожка останется на том же месте. И если я буду проигрывать свой файл, то у меня все равно будет эта пастота. И музыка у меня начнется буквально с 6 кадра. И сейчас я вам покажу еще одну кнопочку. Для того, чтобы вам отменить действие, необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl Z. Я отменил последнее действие. Теперь, друзья, я выделяю снова вот этот отрезанный кусочек. Зажимаю кнопочку Shift и удерживаю. И нажимаю кнопку Delete. И наша аудиодорожка переместилась в начало нашего ролика, в начало нашего файла. Давайте мы минусом сделаем немножко поменьше таймлайн. Посмотрим на гистограмму. И мы с вами сегодня монтируем под бит. Это очень круто. Это профессионально. Такие переходы под бит. Вы видите в фильмах, в видеоклипах. Это смотрится круто. Давайте мы еще минусом уменьшим наш таймлайн. Найдем тот самый первый файл, который мы хотим вставить. Вот он у нас. Это съемка с коптера. Я зажимаю левой кнопкой мыши и перетаскиваю этот кусочек в начало кадра. И устанавливаю его над аудиодорожкой. Курсор у меня остался здесь. Я могу его вернуть левой кнопкой. А могу нажать вот на эту кнопочку. Фигурная скобка со стрелкой. Кликаю. Мой курсор переместился в начало кадра. Для того, чтобы запустить наш видеоклип, я могу нажать вот эту стрелочку. А могу нажать пробел. Нажимаю пробел. Вот здесь идет нарастание у нас, да? Вы слышите? И давайте мы вот в это место, там где появляется первая динамика, поставим другой видеокусочек. И когда мы работаем в таймлайн, для того, что он был активный, таймлайн должен выделен быть вот такой вот синей рамкой. Потому что если я кликну сюда, рамка тут же переместится в то окно, в котором мы работаем. Давайте мы найдем следующий фрагмент. Вот у нас следующий фрагмент. Перетащим его вот сюда. Давайте вернемся опять в начало кадра. Рамка перекинулась. Кликаю на таймлайн, чтобы он был у меня активный. Теперь плюсиком я раздвину немного рабочую панель таймлайн. И теперь, друзья, обратите внимание на свойства файла. Оно такое же, как и у нас слои в фотошопе. То есть, тот видеоряд, который находится сверху, он приоритетный. Он отображается. И вот, обращаю ваше внимание, в этом месте, вы видите, у нас хоть и лежит видеодорожка, но мы ее не видим. У нас начинает производиться верхняя. И для того, чтобы нам сделать качественный, красивый переход, нам необходимо верхний файл перенести вот сюда, вот в то место, где мы с вами определили, где начинается динамика. Далее, друзья, мы даже на звуковой дорожке видим, что у нас идет затухание музыки, а потом идет хороший такой сочный бит. И в этом месте было бы круто поменять видео. Давайте мы с вами это и сделаем. Итак, при активном таймлайн я уменьшаю видео, тащу курсор и выбираю следующую видеодорожку. Ну, наверное, мы покажем движение. Мы готовим нашего зрителя к динамике. Впереди нас ждет еще серфингист. А пока мы только готовим к этой маленькой интриге. Итак, я перемещаю вот сюда наш файл. Курсор передвигаю в начало. Выделяю рабочую область таймлайн. Ну, видите, я угадал. Я поставил вот сюда наш ролик прям под бит. Давайте посмотрим, что у нас получается. Ну, согласитесь, неплохо. Не нужны ни какие-то там переходы, чтобы все что-то мельчешило и так далее. Ну, к этому тоже обязательно с вами вернемся. Итак, друзья, давайте я немного уменьшу сейчас таймлайн. И давайте послушаем, где у нас еще есть биты, чтобы сделать такой же интересный переход и далее. Когда вы монтируете свое видео, не забывайте, что длина кадра должна быть 2, 3, 4 секунды. И когда вы смотрите любой фильм, даже документальный, обратите внимание, как часто меняется кадр. Вы не увидите особо длинных кадров. Это встречается очень редко. Наиболее длинными кадр считаются даже 7 секунд. Поэтому не утомляйте своего зрителя. Помните, 2, 3, 4 секунды этого достаточно. И делаем переход. И, кстати, для того, чтобы нам лучше ловить биты, есть такая волшебная кнопочка M. И она позволяет нам ставить метки. И так, включаем аудио. M. 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 Вот сверху появились меточки. Это для того, чтобы мне ориентироваться, где у меня находятся биты. И теперь давайте посмотрим, какие видео мы сюда еще поставим. Так, я подтащу поближе непосредственно серфера. Давайте я поставлю его вот сюда, чтобы музыка нам не мешала. И мы выберем наиболее интересный отрезок. Не там, где он становится на доску, а там, где он уже катится и приближается на камеру. Вот примерно вот отсюда. Итак, нажимаю C. Разрезаю в том месте, в котором стоит курсор. Нажимаю V. Выделяю левую часть. Нажимаю Delete. Удаляю. Мне этот кусочек не нужен. Беру левый кусок. Тащу его вот сюда. Перевожу курсор. Раздвигаю плюсом таймлайн. И поставлю я его... Давайте посмотрим, насколько правильно я угадал с меткой. Ну, почти. Поставлю вот сюда. Этой меткой я не воспользуюсь. Пусть у меня все-таки подольше немножко поедет. Давайте мы просмотрим этот кусочек. Да, вот здесь уже видео можно заменить. И давайте мы теперь для небольшой интриги вставим сюда небольшой кусок из нашего самого нижнего видеофайла. Помните, вы там, где коптер поднимается вверх? Давайте нажмем C. Сделаем вот здесь вот надрез. Подним лежащий слой. Я также порежу. Подним тоже порежу. А нижний пока не трогаю. Оставляю. Выбираю V. Удаляю этот кусок. Следующий. И следующий. Помните про приоритеты, да? Так как я удалил верхние куски, нам теперь опять виден нижний наш видеофайл. Там, где мы снимали с коптера. Итак, смотрим. И видео продолжается. Так, друзья, давайте послушаем, где еще у нас бит. Вот здесь бит. Я поставлю меточку. Пусть будет. И давайте посмотрим, где еще. И вот здесь вот. Минус. Уменьшаю таймлайн. У меня осталось два отрезка. Теперь давайте посмотрим, что нам делать, если в нашем видеофайле присутствует аудиодорожка. Обращаю ваше внимание. В данном случае у нас и аудио-видео соединены вместе. Когда велось видео, микрофон был отключен. Но в вашем случае здесь может быть какой-то звук. И как правило, если снимали обычной камеры или телефоном, то это будет шумный непонятный звук. При производстве видео такие звуки, ну, либо изначально качественно снимают, либо удаляют и заменяют другими, более чистыми и хорошими красивыми звуками. Так вот, для того, чтобы нам эти файлы разъединить, давайте мы кликнем вот сюда правой кнопкой мыши и выберем здесь Unlink. Теперь наши файлы стали существовать по одному. И мы можем отсюда аудиодорожку убрать. И у нас осталась только видеодорожка. Перетаскиваем ее сюда. Давайте эту передвинем тоже ближе. Увеличим таймлайн. Сюда мы хотели поставить наше изображение. Пардон, не это. Мы должны с вами сначала показать, как серфер выходит из воды. Давайте здесь мы тоже разъединим Unlink. Удалим звук. Так, с самого начала видео не очень интересно. Вот, пожалуй, отсюда кликаю С. Разрезаю. Кликаю В. Удаляю левый хвостик. Он нам не нужен. Перетаскиваю на таймлайн. Перетаскиваю курсор. Плюсом увеличиваю таймлайн. Перетаскиваю видеодорожку на бит. Так. Теперь тащу второй ролик. Также его перетаскиваю на бит. Нажимаю С. Срезаю верхнее видео. Как вы помните, верхнее видео у нас это вот этот вот ряд. И в нижнем видео мы с вами покажем еще раз серферов. Давайте послушаем, что у нас тут с битами. Вот в этом месте я, пожалуй, также подрежу. Удалю этот кусочек. И у меня основное видео это съемка с коптера. Я его оставлю. И в этом месте у меня ролик будет заканчиваться. Это будет вступление к блогу. После чего я уже, как говорится, микрофон передам диктору. Давайте мы теперь нажмем еще раз кнопочку С. Кликнем вот сюда. Аудиодорожка. Немного вот сюда. Мы это сделаем для того, чтобы вот в этом месте у нас уже появился непосредственно сам блогер. Но звук от музыки еще продолжался и немножко затихал. Вы, наверное, слышали этот прием. Когда меняется видеоряд, появляется говорящий человек. А звук с предыдущего видео еще продолжается. И это один из приемов, которым пользуются для того, чтобы усилить атмосферу в видео. Итак, выделяю ненужную часть аудиодорожки. Нажимаю Delete. Выделяю ненужную часть видеодорожки. Нажимаю Delete. Далее, друзья, для того, чтобы нам убавить звук, все очень просто. Нажимаем кнопочку P. Наш курсор превращается в перо. По центру звуковой дорожки кликаем. Вот этот центр, это у нас и есть громкость. У нас появляется вот такой вот синий шарик. Теперь кликаем вот сюда и тянем за правый шарик. И вот в этом месте громкость у нас будет убавляться и утихать полностью в ноль. Ну что, давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, я нажимаю V. Нажимаю вот сюда. Курсор у меня перескакивает полностью в начало ролика. Я могу раздвинуть экран теперь, сделать побольше. То есть, когда мы работали с вами с дорожками, нам нужно было таймлайн сделать пошире. Так будет удобнее. А когда мы просматриваем, мы можем наоборот уменьшить таймлайн и расширить просматриваемую область. Итак, смотрим. Ну что же, отлично. Теперь самое главное правило. Пока вы работаете с вашим видеороликом, ни за что и ни при каких обстоятельствах не изменяйте название, не переносите и не удаляйте файлы, с которыми вы работаете. В отличие от Photoshop, вы разместили файл и он находится в программе Adobe Photoshop. Вы можете работать, а файл, который лежит в папке, можете удалить. В Adobe Premiere Pro все организовано немного иначе. Программа Adobe Premiere Pro обращается к той папке, в которой лежит весь материал. И если он по какой-либо причине исчезнет или изменит название, то вы схватите тут же огромный косяк. Adobe Premiere Pro начнет ругаться, что ваш файл потерян. И это просто навсего испортит вашу работу, вам что-то придется переделывать заново. Не допускайте такого. Далее, друзья, после того, как мы с вами собрали ролик, мы нажимаем на секвенция, рендер in to out, кликаем. И теперь наше видео начинает рендериться. Обратите внимание, желтенькая полосочка у нас превращается в зеленую. И рендер нужен для того, чтобы все наши эффекты, переходы и видеофайлы преобразовались в непосредственно уже конкретный клип. И это очень важно при работе с большим крупным материалом. Вам придется эту процедуру делать на протяжении создания всей секвенции. Иначе просто ваш проект начнет лагать, тормозить и это будет мешать вашей работе. Далее, друзья, мы можем продолжать работать с этим клипом, пока полностью его не соберем. Но теперь давайте представим, что наш видеоклип готов и нам необходимо его сохранить. Что нам для этого нужно предпринять? Итак, кликаем файл, выбираем экспорт, кликаем медиа. Смотрите, чтобы у вас обязательно стояло экспорт видео, экспорт аудио. Формат для YouTube, выбирайте H.264. Это именно тот кодек, который YouTube очень хорошо воспринимает и переваривает. Кстати, Instagram тоже. Далее, друзья, мы видим вот сюда имя нашего видеоролика. Кликнув на него, мы можем выбрать путь сохранения этого видео. Выбираем место, где будем хранить. Нажимаем сохранить. Все, друзья, мы, собственно говоря, все настроили. Теперь нам осталось вот эти все пирамидки, все надстроечки собрать в один видеоклип. Нажимаем экспорт. Ну, соответственно, чем дольше ваше видео, тем больше оно будет обрабатываться. Итак, друзья, я настроил видеопроект, у меня сохраняется каждые 3 минуты, но бывает всякое. Я иногда и подстраховываю, и программу тоже. Для того, чтобы сохранить проект в ручном режиме, нужно кликнуть всего лишь две горячие клавиши. Ctrl-S. И наш проект сохраняется. Итак, друзья, в этом видеоуроке мы с вами изучили основные, базовые, фундаментальные принципы видеомонтажа. Вы знаете основные горячие клавиши, при помощи которых вы можете быстро и оперативно осуществлять монтаж ваших видеороликов. И начиная с третьего урока, мы начнем с вами оттачивать наш профессионализм. Мы будем с вами работать и с видео, делать его красивее, и с аудио, делать его вкуснее. Научимся делать переходы, всплывающие шрифты. В общем, все, все, что необходимо для красивого и востребованного блогинга. А на этом, друзья, все. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, потому что впереди нас ждет много интересного и полезного. Кликните колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоурок. С вами был Серджио и интерактивная фотошкола Art Photo Life. Желаю вам творческих высот, всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok